сегодня у нас 15 мая наши курочки уже прошли далеко по пастбищу еще одно перемещение вперед осталось туда за поворот и дальше уже пойдут в обратном направлении сейчас иду за мятой завтра у нас доставка в краснодар и как раз заедем после этого к родителям мы в горячем ключе вот мама попросила горная мята насобирать у нас здесь очень много мятой чем несколько несколько разных видов я конечно не не разбираюсь но суть от этого не меняется мята любая будет прекрасно это вот закон предыдущий откуда курочки уже ушли оставили там свой помет и это вот уже второй день они здесь стоят активно сейчас гуляют и завтра уже пойдут дальше это выскочила курочка одна как раз здесь вот пришел за мятой такой у нас есть вид мят и сейчас еще посмотрю еще если найду еще покажу я смотрю еще еще две курочки сбежали похоже какое-то событие было видно перна за хищник прилетал и они испугались и какие-то видно повыскакивали через сетку вот такой мятный букетик получился есть разные виды мяты есть с более острыми листьями сейчас на в букете тут не удастся увидеть есть с более округлые прям закругленные кончики листьев есть вот с такими фиолетовыми стволиками то есть это другие виды мяты и наши курочки тоже имеют доступ к мяте я правда не замечал едят они ее или нет но вот что они едят это вот как раз 9 тут вот большие листья это они точно очень любят вот так наши курочки живут на травке каждый день на солнышке свежим воздухом дышат и конечно же вода из нашей реки дыгуака горный ручей хочу показать еще раз границу где я уже куры были то есть это мы сейчас смотрим туда куда не будет идти вперед дальше вот за поворот и потом развернуться и постепенно пойду дальше по кругу и уже в обратном направлении а вот в этом загоне они уже были то есть видно четко вот здесь была граница и вот здесь они не были еще а вот здесь они уже были и соответственно они выедают очень-очень много травы а сейчас у нас в этом году достаточно важная весна и поэтому трава растет очень хорошо обильно у нас уже первые загоны вот там уже восстановились по сути то есть пока мы еще вернемся это еще где-то 67 загонов то есть это две недели за две недели они еще больше восстановятся и вот таким вот образом будет постоянный доступ зеленой травы к пастбища в этом большое отличие от так называемого вольного выгула когда куры стоят на месте то есть когда куры стоят на месте то трава не успевает восстановиться потому что как вы видите пространство нужно даже вот для тысячи кур достаточно объемно то есть это вот все пастбище мы его проходим примерно 40 50 60 дней зависимости от того насколько быстро восстанавливается трава и дать из одной точки допустим где-нибудь здесь находился большой курятник виде амбара вот как наша зимняя теплица на 30 на 10 и вот и представить что куры с этого места центрального хотели бы ходили бы аж вот туда или ходили бы совершенно в другую сторону тоже за 200 метров в том направлении ну они не будут так далеко ходить они в любом случае будут ходить рядом с теплицей максимум 50 60 метров от нее все остальное пространство даже при его наличии и доступе возможности кур к этому пространству оно будет не задействовано и вот вы видите здесь куры были всего два дня и они соответственно сделали вот такую вот оголенную землю а представьте что они здесь находятся не два дня все восемь месяцев как у нас пастбищный сезон идет соответственно здесь будет не просто голая земля будет голая земля покрытая пометом и эта земля уже будет не способна вырастить траву потому что будет слишком высокая концентрация помета в этом месте всего придется убирать отсюда и соответственно чтобы не была грязь потому что часть помета в любом случае будет впитываться чтобы не было грязи придется засыпать это все гравием и что собственно грей делаю те кто содержит на вольном выгуле и даже четвертый пастбищный стандарт он имеет свои недостатки то есть это когда целенаправленные усилия принимаются для того чтобы трава все таки оставалась зеленой то есть секторами выдают траву но в любом случае при указанных особенностях как я сказал не будет полного восстановления травостоя особенно в самом приближенном местоположении от самого курятника вот наша мята и так сегодня у нас погрузка яиц и завтра мы едем на доставку в краснодар сегодня мы успели привести корма 3,6 тонны 3 тонны пурины и 560 килограмм кукурузы сейчас идет у нас погрузка яиц пока возим вот так вот на дастере влезает всего 12 коробок поэтому сейчас уже у нас некоторые заказы приходится разносить на несколько рейсов чтобы хоть как-то облегчить доставку иначе приходится просто распихивать в индивидуальной упаковке по всем свободным углам поскольку уже все заказы не помещаются и вот здесь у нас новое расчищенное пространство этим летом планируем участвовать в получении грант на развитие семейной фермы и соответственно будет у нас большое количество обновлений на территории и вот эта площадка расчищена специально для создания большого ангара в котором будет располагаться место для сортировки яиц то есть будет грейдер который будет сортировать яйца по весу и дальше место для хранения упаковочных материалов то есть коллективной упаковки индивидуальной упаковки и еще один зал будет отведен под хранение кормов поскольку сейчас вот мы храним в таком куполе он конечно нас спасает поскольку у нас нет сейчас других вариантов где можно хранить 4 тонны корма но это не идеальное место нам нужен закрытый закрытый контур в которой не проникают ни грызуны сейчас у нас там ультразвуковой отпугивом космет который нам помогает в этом плане но влажность все-таки проникает и поэтому нужно 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 герметично защищенный от ветров от влаги от конденсата от дождя от снега пространство и вот сейчас после как мы вернемся с доставки плюс мы еще в 18 числа будем регистрировать наш сельскохозяйственный потребительский кооператив и как раз вот приступим к восстановлению нашей теплицы снимем порванную пленку и заменим ее на один слой новый то есть раньше было два сейчас будет один слой и постепенно когда решится вопрос нас с водой это тоже одна из задач в рамках гранта создать водную систему которая будет вот с этой реки до гуака которая здесь где-то в 70 метрах брать воду не самой реки а из колодца возле реки на нашей земле который идет вдоль ручья и соответственно здесь мы создадим напорные и накопительные емкости и дальше у нас будет снабжаться водой и теплица и последующие модули биоогорода вот там будет еще одна теплица такого же размера для того чтобы мы могли содержать уже 2000 кур зимой и дальше по трассе между двумя модулями биоогородов вот здесь вот будет проезд четырехметровый и будет идти в том направлении соответственно так у нас и пойдет наша ирригационная система которую частично материала на который мы уже закупили в прошлом году но из-за пандемии у нас соответственно возникли перебои с финансированием и ирригация прошлом году мы завершить не успели надеюсь в этом году у нас с водой будет полностью решен вопрос и у нас и пастбище получит воды и огород и теплица и наши курочки без трактора будут получать водоснабжение по центральному водопроводу а здесь у нас будет как раз вот тут будет 2 теплица 30 на 10 и здесь второй ряд by модули биоогорода а здесь вот первый ряд модулей по 5 модулей вместе с теплицами в каждом из них будет итак друзья до новых встреч